всем привет вы слышите алексея халецкого а это значит что вы на канале лёша играет не забудьте подписаться и нажать на колокольчик если вы еще нет и в этом видео я расскажу какими модами я пользуюсь в сидмерс цивилизейшн 6 как устанавливать моды в стиме и особенно в epic game store я рассказал в отдельном видео ссылка появляется в верхнем правом углу либо на главной странице канала ищите она так и называется как установить моды на epic версию сидмерс цивилизейшн начну с больших модов которые меняют очень многое во-первых environment skin сидмерс цивилизейшн 5 это огромный графический мод который делает шестую цивилизацию визуально выглядящий как пятую это вот для тех кому кажется что 6 цива алиповато мультяшная и так далее я даже записывал целое прохождение с этим модом периодически все равно играю с ним тоже потому что бы просто приятно выглядит игра по-другому причем создан он одним из разработчиков 6 цивы то есть тут используются я так понимаю реальные графические файлы из 5 и никаких проблем с этим модом я например не было так что еще раз повторю если вдруг вам 6 цива действительно кажется мультяшный то попробуйте вот этот мод да кстати все ссылки на моды я размещу в закрепленном комментарии к этому видео следующий большой мод комьюнити quick user interface как вы понимаете по названию он меняет интерфейс игры очень сильно добавляет всего нового причем сами разработчики из этого мода частенько берут всякие новшества для обновлений например меня постоянно спрашивают в как включить показатели цивилизации сверху справа в игре так вот они в настройках включаются но раньше этой штуки не было в шестой циве и фераксис и реально взяли вот из этого мода изменений тут очень много мне больше всего нравится изменение экрана города и подсвечивание клеток которые можно обработать которые обрабатываются которые могут быть присоединены когда вы наводите мышку на экран города на самом деле рассказывать обо всех изменениях это можно отдельное видео делать там и улучшенный поиск и ранжирование торговых путей и экран великих людей при том все это еще можно под себя настраивать вот прямо в игре сверху над мини карты есть такая иконка с табачной трубкой туда заходите и все это настраиваете я даже записал уже несколько сетевых партий с этим модом пока не выкладывал но в будущем я думаю буду именно с ним показывать вам игры и он действительно удобен самое главное не меняет ничего в механике а когда очень быстрый таймер вы быстрее принимаете решение не делая лишних кликов а вот следующий мод меняет баланс и некоторые механики называется он бета-балансed game и очень много игроков предпочитают играть именно с ним в сетевых партиях я даже выкладывал несколько таких игры буду еще в дальнейшем выкладывать на самом деле в сетевом сообществе цивы есть четкое разделение кто-то любит играть с этим модом а кто-то просто ненавидит с ним играть и категорически против игры с бета-балансed game поэтому если собираете игру то всегда в начале уточняйте играете ли вы с этим модом ну изменений тут куча практически все цивилизации либо улучшены либо ухудшены для того чтобы у них были равнозначные возможности ну вот например у кореи савон вначале дает плюс 2 науки они плюс 4 и получает плюс одну науку за каждую соседнюю шахту у греков не акрополь дает дополнительного посла при постройке а амфитеатр в акрополе у колумбии например леонеро получают плюс 2 аксиле за каждого соседнего леонеро они плюс 4 кроме того все юниты имеют плюс один к обзору а не к передвижению ну и так далее для каждой цивилизации опять же это можно отдельное видео поэтому модуль снимать просто перейдите по моей ссылке прочитайте все изменения которые внесены уникальные юниты обязательно будут требовать какой-нибудь ресурс то что в оригинальной циве все уникальные юниты у цивилизации как раз ресурса не требует и это получается довольно круто там изменены чудеса природы обычные чудеса вот в религии помните я в патче рассказывал что изменили трудовую дисциплину и она дает производство от соседства священного места так вот в моде это верование дает два производства за каждое святилище и 4 производства за каждый храм согласитесь уже надо постараться но при этом и производство все таки можно раскачать ну и кроме того этот мод исправляет множество багов и эксплойтов которые есть в игре все еще есть несмотря то что разработчики патчи тут нам постоянно выкатывают но этот мод я все-таки рекомендую именно для сетевых партий потому что компьютер он и оригинальную циву не очень понимает как сильно играть а если вы еще этот мод установите он и про свои способности новые не особо будет в курсе вместе с beta balanced game ставят еще два мода обычно и играют этим тройным комбо во первых это beta balance starts то есть более сбалансированный старт он создает действительно более сбалансированные карты которые учитывают способности ваших цивилизаций и там намного реже бывает что например россия появляется без тундры или мали без пустыни кроме того с этим модом все поселенцы в обязательном порядке будут появляться не ближе чем 10 клеток друг от друга чтобы не было столиц в соседних клетках но и вообще вот этот beta balance starts можно использовать и с оригинальной цивой что мы и делаем вообще не помню чтобы мы в последнее время сетевые партии без beta balanced старт сыграли и с компьютером тоже удобно его использовать если вы не хотите чтобы там плотничком все находились так что это небольшой мод который действительно улучшает генерацию карты генерацию ресурсов на ней и делает партию более сбалансированной и соответственно интересной а второй мод fast dynamic timer опять же это конечно для сетевых игр он делает таймер более быстрым собственно именно с ним мы играем сетевые партии во многом да многие могут сказать что это слишком быстрый таймер но иначе игры бы продолжались намного намного дольше следующий мод good goody hats сделан для племенных поселений и скаутов во первых эти самые племенные поселения ли которые я называю руинками появляются в два раза чаще на карт во вторых они дают чаще более крутой бонус чем обычно третьих вместе с бонусом все руинки будут давать еще и 20 монет независимо от того что они дают сами по себе и наконец самое важное по моему скауты за взятие это племенного поселения будут получать в два раза больше опыта это все сделано для того чтобы во первых ускорить начало игры потому что более крутые бонусы и деньги позволят вам развиваться быстрее а во вторых ваши скауты реально будут прокачиваться иногда до последнего уровня то есть вот эту получать улучшение когда их не видно становятся такими невидимыми ниндзями и становятся действительно сильными юнитами даже в середине и в конце игры иногда мы с этим модом играем сетевой партии я уже выкладывал вы видели оно не очень сильно по-моему влияет на баланс а вот возможностей добавляет но это на ваш вкус это можно и с компьютером сыграть и в сетевой партии просто дополнительные возможности еще я очень люблю вот этот мод на colorized historic moments то есть раскрашенные события в ленте истории вместо того можно сказать черно-белого варианта который сейчас есть я не знаю почему сами разработчики игры этого не сделали но вот кто-то постарался создатель этого мода и просто раскрасил все эти исторические моменты с этим модом по моему игра выглядит просто приятнее следующий мод тоже просто на удобство квик старт он выключает все видео заставки в начале игры просто сразу у вас игра загружается на меню выбора начала бета спектейте мод делает возможным режим наблюдателя основном конечно это используется в сетевых партиях там есть проблемы некоторые особенно мне не нравится то что тебе просто сразу вся карта видна но в принципе если игроки согласны то вы можете видите полностью всю игру наблюдать не по стриму а находясь непосредственно в партии то есть вы на являетесь таким как бы дополнительным игроком но при этом не ходите ничего не делать я просто видите что делают все остальные игроки но он кстати работает и с компьютерными соперниками то есть вы просто создаете партию устанавливаете там компьютерных соперников себе ставите вот этот режим наблюдателя и смотрите как компьютерные соперники играют сами с собой тоже в некотором смысле веселуха ну в общем то я вам это и показываю сейчас рассказывая про этот мод ну и плюс этот мод немного меняет отображение информации о цивилизациях вот этом верхнем правом углу да делает его удобнее и информативнее но в этом случае мне все-таки больше нравится комьюнити quick user interface еще один мод который влияет только на внешний вид и никак на механики это real great people он просто заменяет иконки великих людей которые вот на экране великих людей есть на их реальные изображения на фотографии на картины изображающие этих людей на скульптуры и так далее за но будете знать как они выглядят они только по имени и фамилии ну и еще показывает время до появления каждого великого человека для каждой отдельной цивилизации что иногда конечно тоже удобно ну и наконец еще два мода которые на самом деле входят в бета-балансed game но если вы не хотите бета-балансed game использовать а сетевую партию играете то я вам рекомендую их поставить это hot fixes который правит все баги и эксплойты которые есть в оригинальной циве если вы бета-балансed game не поставили то этот мод для сетевой партии обходим обязательно и бета-трейд скрин это мод для улучшенной сортировки и вообще отображение возможных ваших торговых путей он опять же входит в бета-балансed game но если вы не хотите с ним играть то вот можно и отдельно поставить на торговые пути и для игры с компьютером игры для игры в сети это удобно и экономит время в общем то все я понимаю что на самом деле модов очень очень много там на дополнительные цивилизации есть на дополнительные возможности как-то возможность удалять районы которые вы поставили но это все-таки уже больше знаете для баловства такого они для серьезной игры вы уж извините вы всегда можете полазить по мастерской ну и ваши любимые моды конечно ожидаю увидеть в комментариях только пожалуйста с описанием почему в этим модом часто пользуетесь так серьезненько к этому подойдите все спасибо что досмотрели играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока